Ребята, я знаю, что вы здесь делаете. Вы хотите посмотреть на китайский Глок, и он у меня есть. И я вам скажу, он сильно отличается от настоящего. А то, как он работает, вы увидите далее. Находясь на расстоянии 10 метров, вы скажете, что это Глок. Но если вы подойдете на 8, вы уже поймете, что что-то здесь не так. И об изменениях надо сказать сразу. Магазин. И он имеет широкую площадку. И вы подумаете, это же бред. Что за чушь? Зачем делать другую площадку? На самом деле, есть определенный смысл ее делать. Если Глок использует специальный вырез для того, чтобы в случае застревания магазина при экстренной перезарядке было за что зацепиться. Так вот, с этой рукоядочкой вам есть место прекрасно, куда зацепиться. И вытащить магазин, который застрял там вместе с песком. Так что это вполне осмысленно. Естественно, китайцы были бы не китайцами, если бы не сделали блестящую рамку. Она блестящая, но с насечками. И надо сказать, что эта блестящесть и полированность не мешает передергивать затвор. Он вполне нормально передергивается. Тактикульно, традиционно, спортивно. В целом, ничего. Кнопка, она имеет почему-то омеднение. Если посмотреть на нее, уже стершаяся краска показывает, что на ней есть какое-то медное покрытие. Понятия не имею, для чего они это сделали. И она выступает больше. Для людей, которые стреляют с высоким хватом, как я, например, это является самой натуральной проблемой. Потому что при стрельбе, при поджимании он сам становится на затворную задержку. И вам придется ее оттуда снимать. Это проблема многих стрелков с высоким хватом. Даже существуют специальные затворные задержки с поднятой осью, чтобы решить эту проблему. Прицельные приспособления здесь специфические. Если целик нормальный, но вы видите, что он имеет тенденцию вываливаться вот так вот просто на руках. Те самые знакомые для вас шрифты, где написано, что пизда белой собаки делает счастье колбаса. Это вот та самая штука, которую вы можете встретить на любой продукции китайской, в том числе, как оказалось, и на глоках. Узнаете шрифт? Да? Узнаете этот шрифт? С Доширака. Он самый. И написано 9 на 19 миллиметров. По форме почти все то же самое, но везде есть маленькие изменения. Здесь чуть-чуть по-другому сделана насечка. Здесь чуть-чуть по-другому сделана насечка. Здесь нету надписи ГЛОК, а проглядывается логотип Наринка. И вот так вот во всем. Оно почти как у оригинала, но не так. Эта ось у нас тоже нестандартная и имеет украшательство в виде вот такой пирамидки. Разборка. Заглянем внутрь. Я уже вижу, что запчасти выглядят несколько иначе. Опять есть на металлических частях омеднение, в том числе на направляющих. Здесь у нас, соответственно, необходимая маркировка. Механизм точно такой же. По работе ОСМ мы узнаем немного позже. Пластик какой-то странный. Он более скользкий и какой-то звонкий. Конечно, мы снимаем в мороз, это тоже сказывается, но он иной. Я немало повидал и потрогал ГЛОКов. И надо сказать, что этот другой. Если бы мне дали потрогать этот ГЛОК в темной комнате, то я бы узнал этот из тысячи. И глядя внутрь, не знаю, насколько вы это увидите, но вот здесь есть небольшой облой. Теперь посмотрим на внутренние части рамки. И здесь тоже довольно интересные штуки. Во-первых, пружина также нестандартная, а сама по себе. И чтобы ее вытащить, да, вытаскивается она точно так же, как и на пистолетах ГЛОК. Косяки или особенности металлообработки по-китайски. Мы видим следы шлифовальной машины, фрезы. По-моему, пора собирать этот агрегат и пострелять из него. Пластик скользковатый, но благодаря насечкам плюс-минус держать можно. Стрельнем самооборонное упражнение. Билл-дрилл. Самый быстрый билл-дрилл в мире. Не доход до крайнего заднего? Нет. Фейл ту экстракшн. Еще разочек. Кулум. Данный ГЛОК у нас косячик. Он не может экстрагировать пулю. Ну вот, пригодилась пяточка китайская. Давайте поменяем патроны. Сейчас стрельнем Барнаулом полуоболочкой. Вроде проблем нет. То есть не на всех патронах, получается, он работает. Что касается предохранителя, расположенного на спусковом крючке, то он начинает натирать палец. Он сделан тоньше, чем на нормальном ГЛОКе. То есть, если китайцы копировали бы, наверное, было бы лучше. Американские форумы создали специальный терпин. Лимб рист. Это такая, типа, ручка-педика. Когда ты слабо держишь, и у тебя подпрыгивает оружие, возникает печная труба. Давайте. Нет пока. Нет пока. Когда стреляют спецназовцы и не хотят, чтобы у них оставались гильзы на земле, прикрывают рукой и нажимают. Кстати, и не все идеальные далеко ГЛОКи, которые сделаны и в Австрии, и в США. Вот, например, на Demolution Ranch, известном YouTube-канале, тоже была серьезная проблема с самым стандартным 17 ГЛОКом. Не скраблено, не оилено. Блин, не хорошо. Разработка патрона была начата известной американской оружейной фирмой Smith & Wesson в 1986 году по заказу ФБР. Непосредственным поводом к началу работ послужил инцидент, когда в перестрелке два сотрудника ФБР погибли и пятеро получили ранения из-за недостаточной мощности их штатных пистолетов и револьверов под 9-мм патрон. При задержании подозреваемых в ограблении началась стрельба, в которой один из преступников получил множественные проникающие ранения, от которых позже скончался. Однако во время этой перестрелки все ранения не помешали ему поразить семерых сотрудников ФБР ответным огнем. Заказчик поставил задачу создать более мощный боеприпас, который обеспечил бы достаточно меткую стрельбу, но при этом имел большую мощность. Кроме того, заказчики полагали важно, чтобы пуля производила при попадании и останавливающие действия. При этом необходимо было сочетать это с минимально возможной отдачей. А теперь давайте посмотрим, насколько он сильнее пинается, чем 9 на 19. И мы проверим его тем же самым упражнением, билдрилом. Отлично пистолет контролируется. Спуск на 34-м Глоке, он оспортивлен. Насколько я помню, они делали его более восприимчивым к тонким настройкам спортивных рук. Здесь я вижу, что отдача вполне приемлемая, контролируемая. И все у меня ушло в альфу. Причем стрелял я с темпом высоким. Ну реально, я старался сделать максимально высокий темп при сохранении мушки приблизительно в районе центра мишени. Я поражен. Какая контролируемая, приятная дача. Каждый раз пистолет возвращается туда, куда нужно. Я совершенно не мастер стрельбы из пистолета. Ну навыки там на 75% может быть на чемпионате России настреляю. Но очень-очень мне нравится. Слушайте, 40-й калибр. Какой он интересный оказывается. Хорошо иметь зимнюю куртку, потому что в ней большие объемные карманы. Можно напихать туда побольше патронов. А чем больше патронов, тем больше стрельбы. Но плоха зимняя куртка тем, что перед полетом в самолете нужно будет проверить все карманы в зимней куртке. Зато приятно. За какой патрон вас посадили? Меня за фиоки. А меня за новосибирский. Глок это прекрасно, а китайский глок это прекрасно вдвойне. И у меня есть интересная другая идейка. Давайте попробуем, можно ли использовать ту самую фишку глока, когда один пистолет взаимозаменяем с другим пистолетом. Для этого у меня есть другой настоящий глок. Затвор от другого глок на рамке от китайца. Хе-хе. Ну почти. Вот до такого состояния нам удалось его довести. То есть, что-то там по геометрии не проходит. Теперь оставляем оригинальный глок в виде рамки, но затвор на него поставим от китайца. И вуаля! Стал он просто замечательно и прекрасно. Поехали, оценим спуск и все оценим. Выровним целик. Ой-ой-ой. Ладно. Каждый раз буду пропорвлять, что делать. Если вовремя поправить целик, то попадания будут очень неплохими. Давайте пройдемся к мишени, посмотрим. Пистолет нормально пристрелен. Мы видим, да, что группка сформировалась. Соответственно, у нас есть брак по целику. Шутки шутками. Но работает пистолет вполне нормально. Нужно нормально закрепить мушку, как и мой ремень. Иначе я останусь без штанов. А зимой это не самый лучший вариант. Китайский глок немного разочаровал. Я-то думал, что они сделают не только так же, но даже лучше. Понятно, попытка копирования. И похоже, что-то здесь с лицензированием и патентами. То есть, все они сделали чуть-чуть по-другому. Даже взаимозаменяемость здесь не на 100%, а на 75%. Дурацкие шрифты, скользкая пластмасса. Но довольно надежная работа. Правда, на одних патронах, возможно, какая-то там есть специфика с закрайной гильзы. Он почему-то давал двойные подачи. Но на патронах Барнаульского патронного завода проблем не возникало. Если бы это стоило раза в два дешевле, чем глок, тогда бы это имело полное право на существование. Ну, а так копия есть копия. Редактор субтитров А.Семкин